Всем привет, друзья, с вами Пипа, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игру, которая называется 1997. Погнали! Что, правда? Дашуль, расскажи, не тяни! Хм, нет, только если Антон извинится и перестанет язвить. Ещё чего, извиняться перед тобой. Хорошо, давай пари, как в прошлый раз. Если моя информация окажется интересной, ты отдашь мне... Ммм, что у тебя есть? Ах, свой перочинный ножик! Ага, сейчас, размечталась. Этот ножик слишком важен для меня, чтобы я его ставил в любом пари, и я его даже на автомобиль не променяю. Давай так, я тебе отдам своего тамагочи. Эй, ты отдашь ей котика? Вообще-то я его тебе подарила! Отдам? Он у меня всё равно постоянно помирает, я его кормить забываю. Такой ты садюга, я так и знала! По рукам. Забились. Забились. Хорошо, слушайте тогда. К нам прислали учительницу аж из самой Москвы. Я пока была возле кабинета директора, подслушала их разговор. Она вообще приехала сюда по какой-то особой программе. У неё там куча бумаг и вот это всё, и должна была просто заменять учителей. Но раз у нашего класса ЧП с Ансанычем, её к нам и поставят. Даже директор был удивлён её приезду. Он явно не ожидал ничего подобного. В общем, что-то очень загадочное происходит. Ого, интересно! Вдруг это как в том кино? Из нас хотят сделать шпионов! Агент 008 Джеймс Понт. Ну, как тебе моя информация? Понравилась? Признаю, понравилась. Просто так я бы об этом не узнал. Учительница из самой Москвы? Любопытно. Хорошо, котик твой. Завтра принесу его в школу и отдам тебе. Главное не забудь. Я тебе вечером домой позвоню, чтобы ты его в рюкзак положил. Вот за это я её и терпеть не могу. Это точно позвонит и своим надменным тоном будет приказы отдавать. Так, заметка на память. Не брать сегодня трубку. Да, да, конечно, конечно. Всё, как пожелает принцесса. Не поясничай. И в мыслях не было. Так, дети, все по своим местам. Начинаем урок. Я ваша новая классная руководительница, Татьяна Михайловна. Я только сегодня перевелась в вашу школу на стажировку. Ну, раз уж так вышло, что ваш прошлый руководитель... Как его звали? Сан Саныч. Вот. Раз Сан Саныч на время вышел из строя, то я буду заменять его и вести его уроки. Что он, кстати, у вас вёл? И скультуру, и труд, и ещё ОБЖ. Трудовик он был? Ну вот, тем более, всё просто. С этим-то я точно справлюсь. Татьяна Михайловна! А? Что такое? А вы знаете, что учитель не должен требовать от учеников того, что он сам не может сделать? Вы же пробежите с нами 10 километров. И стометровку, и ещё по канату надо залезать, и сдавать нормативы, и в противогазе надо копать траншеи уметь. А, да, конечно, сдам траншеи. Что? Что-то вы как-то не уверены. Тишина! А тебя, дерзкая девица, попрошу остаться после уроков на небольшой разговор. Алиса и девица! Ах, за что мне это всё? Ладно, собрались, все в раздевалку. У вас 15 минут, потом жду всех в спортзале. Посмотрим, что у вас там за нормативы. Городская школа. Ну вот, эта новая Татьяна Михайловна оказалась не такой простой. Она уделала на стометровке даже Алису, и шпагат у неё почти такой же, как и у Даши. Да, кто бы мог подумать. А похоже на обычную девушку. Симпатичненькая. Интересно, у них там в Москве все такие учителя. Что, симпатичнее Даши? Да нет, конечно, что ты мелер! Но приятнее, Сан Саныч. Это факт. С такой учительницей даже физкультура уже не кажется такой рутиной. Угу. Что-то Алисы всё нет и нет. Я думаю, ей Татьяна Михайловна устраивает головомойку в учительской. Кажется, не на то она напала. Сан Саныч терпит её высказывания, но он-то просто такой, немного, человек в футляре. Не будем её ждать? Нет, а то мы тут со старости помрём. Тогда ко мне? Как собирались? К тебе. Ещё раз хочу послушать ту кассету группы Оксин. Она ещё не надоела, как все предыдущие. Ах, жаль, я прошлый четверть так плохо закрыл, что мамка запретила мне выносить мафон на улицу. Да ладно, у тебя в комнате слушать тоже нормально. Тем более комната просторная. Да блин, жарковато как-то в комнате. Благо уже вечереет. Ладно, пошли, хватит тут стоять. Улица городка. Наш городок в целом совсем небольшой. Можно пройти его от края до края минут за двадцать. Я знаю тут каждый дом и его историю. Охренеть, туда же графитка зачем? Теггеры эти по Москве очень много тегов своих оставили, правда он там немножечко по-другому выглядит, но всё равно отсылочку я заметил. Вот тут, например, за забором замороженная стройка. Лет десять назад начали строить какой-то современный по тем меркам дом, аж девятиэтажный. Он должен был быть самым высоким зданием в городе. У нас за городом есть большой химический завод. Выпускает какую-то резину. Говорили, что это будет жилье для новых работников. Но потом развалился союз, завод наполовину сократили, а строительство дома забросили. Так и стоит он за этим забором, никому не нужный. Кстати, это граффити нарисовали мы с Алисой. Подсмотрели в одном из западных сериалов по телевизору. Так, милицейский УАЗ. Обычный патрульный автомобиль для милиции в провинции. В простонародье зовётся Козёл. За то, что очень ощутимо подпрыгивает на неровной дороге и кочках. Окей, будем знать. Антох, смотри, дверь-то открыта, и рядом машина милицейская. Ничего себе, интересно, что произошло? Пойдём глянем. Антох, что-то бозно, мало ли что там. Не Сифон, я же с тобой. Да и к тому же машина явно Михаила Ивановича, ну, отца Алисы. Пойдём, пойдём. Так, а вы кто такие? Антох, это не Михаил Иванович. Я этого милиционера впервые вижу. Главное, что милиционер. Так вы кто такие? И что тут делаете? Подожди, дядь, мы тебя в первый раз в городе видим. И нам на уроках гражданской обороны всякое рассказывали про людей, которые переодеваются в милицейскую форму, а потом деньги выманивают. Вот и я думаю, что надо бы нам позвать Михаила Ивановича, чтобы он с тобой, дядя, разобрался и упрятал тебя в тюрячку. А знаешь, что делают в тюрячке? Знаю. Я там работал. Михаил Иванович, тут какие-то местные парни очень дерзят. Что? Кто дерзит? Сейчас подойдём. А, Антон и Сергей. Со школы идёте, молодые люди? Да, увидели машину вашу, пошли поздороваться. А тут этот мужик к нам пристал. Это Фёдор, стажёр новый. Его сюда прислали на обучение. Так учу вот его жизни до работы на практике. Михаил Иванович, вы отчитываетесь перед школьниками? Это друзья моей дочери, и лишь благодаря им она ещё не совсем в катушек слетела. Со своим бунтарством. Ты же следишь за ней, как и обещал, Антон? Конечно. Держу её подальше от неприятностей. То-то же. Фёдор, мотай себе на ус. Усов-то у тебя и нет. Неважно. В общем, привыкай, что на своём участке ты должен знать каждого, кто тут есть. Для тебя нет никаких граждан, для тебя есть люди со своими именами и обстоятельствами. Я понятно объясняю? Да-да, конечно, Михаил Иванович. А что вы тут делаете? Зачем вы с ворот цепь с замком сняли? Да не мы сняли, цепь кто-то перерезал. Как перерезал? Она же огромная. Вот и я в замешательстве. Вы, я так понимаю, ничего про это не знаете? Нет, ничего. У нас вот только уроки кончились. Точно не знаете? Фёдор, не влезай. Я понимаю, что у вас городских принято валить всё на первых попавшихся и чаи гонять потом в участке. Но у нас так не принято. Я всегда докапываюсь до сути дела. Так что и тебе придётся работать как следует. Конечно, Михаил Иванович. Ладно, идите домой, ребята. А мы вернёмся к нашему расследованию. Короче, это какой-то мутный стажёр. Не нравится он мне. Странная какая-то история. Эти ворота ж заперты всегда. Я даже как-то и не думал, что их кто-то может открыть. Отец говорит, что вроде как собираются постройку этого дома продолжить в следующем году, но пока что это не решено управой. Да, история. Кстати, второе новое лицо в нашем городке за сегодня. Сначала учительница из Москвы. Теперь вот этот стажёр в милицию. Ну так это же плюс. Новые люди, значит, новые связи. Может быть, ещё вскоре переведут к нам каких-нибудь новых учеников? А то после Даши уже несколько лет никого нет. Да, это точно. Вот бы перевели ещё какую-нибудь блондинку красивую с тонкими чертами лица. Ты же описываешь ту девку с календаря, которая висит у вас в туалете. Ой, ну помечтать нельзя. У тебя-то есть твоя Дашка. А у тебя есть Алиса. Сам на своей Алисе и женись, блин. Она мне совсем не нравится как девочка. Да и ведёт она себя... Настоящие красавицы так себя не ведут. Они такие... Утончённые, ходят в платьях, на высоком каблуке. Тебе надо меньше книжек читать. Совсем оторвался от реальности, да? Может быть. Астачер тело, это реальность. Ещё эти две недели перед летом. Не говори. Хотя с контрольными мы уже закончили. Ладно, чего мы тут встали? Пошли уже до тебя. Комната Сергея. Прикольная комната, кстати. Плакаты с Ван Дамом. Потрясный музон! Жаль, мои родители не хотят магнитофон покупать. Может быть, на день рождения у них всё же выпрошу? Твои, между прочим, побогаче моих будут. Вон, отец, в управе работает. Могли бы и купить. Отец говорит, что он добился всего сам и мне тоже предлагает. Мол, хочу себе дорогие вещи, надо идти подрабатывать после школы. А на родителей не рассчитывать. Подрабатывать? Да ну, где вообще в Кузнецке можно школьнику подрабатывать? На рынке коробки грузить? Да даже моя мама никого за деньги нанимать не будет. А меня бесплатно припашит. Вот и я говорю отцу, что он идеалист и что работы тут никакой не найти. Я сколько пытался ранее и только вот недавно получил свой первый заработок. Да и то разово. А он что? Ну что, говорит про деда, мол, тот в моём возрасте в комсомоле на полях трудился, репу выкапывал. Ну, всё в таком духе. Репу? У нас её даже не ссадят, о чём тут говорить вообще? Да, разве что он устроится к богатым, не знаю, убираться дома у бурятской королевы. У Даши? А она что, нанимает? Её комнату можно убирать? Я в деле. Уймись, любовничек, я в шутку. Никого она не нанимает, а уж тем более нас с тобой она точно не выберет для такого. Меня в последний раз она с кинопросмотра выгнала, хотя кассета «Дома в одиночестве 2» была моя. Тоже правда. Эх, Дашенька. Серёга всегда был простым парнем, и мне было легко читать его намерения. Интересно, с какого момента я стал считать себя умнее его? Антох, Антоха, слушай. Ну чего тебе, не видишь, я думаю? О чём это ты думаешь, а, Антох? Думай, кем хочу стать, когда вырасту. Я хочу стать военным, как в том фильме про танкистов с собакой. И буду бороться с фашистами. Вот. Слушай, фашистов мой дедушка ещё всех перестрелял. А что, он тоже был танкистом? Твой дедушка? Нет, он был командиром. Этим лей... лей... лейтенантом. А кто это, Антон? Я не знаю. Это тот, кто приказы отдаёт, командует. Кто следит за моральным духом. Вот. И за моим моральным духом будешь следить, да? И за твоим, да. Боец Толмачёв, слушай мою команду. Толмачёв, слушаю. Никаких оправданий, боец Толмачёв. Иначе не сможешь быть в экипаже нашего танка. А мне, как командиру, будет за тебя стыдно. Так точно, товарищ командир. Я постараюсь. И хватит бояться привидений. Мой дед говорит, что их не существует. А если бы они не существовали, он бы сам их перестрелял. Ну, я не знаю. Мне о них бабушка рассказывала. Чтобы я не ходил ночью гулять и спать вовремя ложился. Иначе они меня заберут. Не заберут. Будь уверен, боец. Твой командир тебя спасёт. Правда? Правда. Как говорит мой дед, мы своих не бросаем. Ладно, уже полдесятого вечера. Собираться домой нужно. Может, ещё часик посидишь? Не, всё, домой хочу. Кстати, Алиса тебе гадания эти ваши так и не принесла. Ой, правда. Я пошёл тогда ей звонить. Заберу, значит, завтра в школе. Да, только меня сперва проводи. Детская площадка. Старая площадка, на которой я любил играть с друзьями ещё в детстве. Отсюда до моего дома минут семь пешком. Кукушка? Нечасто эта птица бывает в городе. Обычно за его пределами. Говорят, кукушка – это вестник, бед или перемен. Бх, мурашки по коже от её крика. Так, стоп. А это кто там сидит? Какая-то девушка, кажется, моего возраста в белом платье. Я её не знаю. Кто это такая? Точно не из нашей школы. Красивая, почти воздушная, в свете фонаря вообще выглядит как привидение. Так, Антон, отставить панику. Ты же не веришь в паранормальную чушь? Бх. Но кто она такая? Может быть, она как-то связана с учительницей новой? Или что? Ладно, я никогда не узнаю, если не подойду и не спрошу. Привет. Ты опоздал на четыре дня, Антон. Что, прости? Какие ещё четыре дня? Я жду тебя тут каждый вечер. На этих качелях. Что ты мелешь? Я тебя даже не знаю. С чего ты взяла, что я должен был прийти к тебе навстречу? Значит, ты тоже забыл меня? Как и все в Кузнецке. Подожди, ты что, упала с качели и ударялась головой? Я живу в этом городе всю жизнь, и я так или иначе знаю почти всех жителей в лицо. И тем более всех ребят в школе. И твоего лица я ни разу не видел. Даже если ты не ходила в школу. Я ходила. Я была с тобой в одном классе. Мы все были в выпускном классе. Я, ты, Даша, Алиса, Серёжа. В выпускном классе? Мы в девятом, ау! Я не понимаю, что за глупый розыгрыш ты сейчас пытаешься провернуть. Я училась с вами в одном классе. Чё за ерунда? И почему она такая спокойная? Это каменное лицо, ни одной эмоции. Совсем не вяжется с этой фантастической историей. Конечно, так я тебе и поверил. Ты ещё скажи, что жила со мной в одном доме. Нет. Я жила со своей мамой в девятиэтажном доме, который построили совсем недавно. Ты уже настолько явно издеваешься? Стройка единственного девятиэтажного дома, который должен был быть в Кузнецке, заморожена уже несколько лет. А больше никаких девятиэтажек в городе нет. Что, сказать нечего? Есть. Пять дней назад я легла спать у себя дома, в свою кровать. Но наутро проснулась на бетонном полу стройки. Все мои вещи пропали, как и моя квартира. И моя мама. Да, невероятно. Она явно говорит про ту стройку, ворота которой мы сегодня видели открытыми. Но как-то всё глупо и нескладно. Можно было выдумать что-нибудь более реалистичное. И ты перерезала цепь, чтобы выйти из ворот этой стройки? Нет. Нет? А как ты тогда оттуда выбралась? Ворота были закрыты, и я перелезла через забор по палетам. Ты же понимаешь, что нормальный человек в подобную ерунду не поверит? Да, но это правда. У меня нет никаких доказательств, кроме пижамы, в которой я проснулась. А потому я просто попрошу тебя поверить мне, Антон. А давайте поверим, чё нет. Хорошо, предположим, я тебе доверяю. Вот как бы фантастически твоя история не звучала, я поверил. Рассказывай с самого начала. Хорошо. Тогда слушай внимательно. Слушаю. Я сейчас словно одно огромное ухо. Мой отец погиб. И из-за этого нам пришлось покинуть мой родной город. Мы переехали в Кузнецк с мамой полгода назад. Мама устроилась работать секретарём в управу. Я же пошла в 10 класс старшей школы. Я не очень социальный человек. И у меня часто бывали проблемы со сверстниками. Но каким-то чудом мне удалось подружиться с вашей компанией. Вы были моими первыми друзьями. Ну, я могу себе представить. Новая ученица в классе – это большое событие для нашего городка. Да. Я жила в большом доме. Его построили как раз прямо перед нашим приездом. Туда же переехала Дарья Батуева из нашего класса вместе со своей мамой. В других квартирах никто не жил. Но мама говорила, что их планируют продать со временем. Фантастика какая-то. Отец говорил, что этот дом планируют достроить где-то через год. Но управа всё никак не выделит финансирование на это. Хорошо, опиши, как ты проснулась на бетонном полу. Я проснулась от ужасного холода и боли в спине. Было раннее утро. Это всё, что я могу сказать, потому что моих часов не было. Да и не только их. И всех вещей осталась лишь моя пижама, в которой я спала. Я даже не знаю, что сейчас с моей мамой. А откуда ты взяла эти вещи? Я пошла на рынок, который неподалёку от моего дома. Думала, встречу там знакомых, и они мне как-то помогут. Но, к сожалению, меня как будто все забыли. И Зинаида Петровна, и другие знакомые. Баба Нюра была на рынке уже с утра. Она позвала меня и дала несколько старых вещей. Ох, как тяжело воспринимать такое количество лапши на ушах. Проснулась в пижаме, все забыли, помогла Баба Нюра. Ну что за фигня такая? Это её непроницаемое лицо. Если сначала было не по себе, то вот теперь оно меня раздражает. Слушай, нет, я сейчас просто не могу дальше слушать твою историю. Чем дальше, тем менее реалистично. Но это правда. Нет, не может быть это правдой. Ты или что-то от меня скрываешь, или нагло врёшь? Нет, не скрываю. И не вру. Что ж, ребят, ну на этом мы сегодня с вами закончим. Вот такая вот странная история. Появилась девочка, которая походу как будто из будущего. Которое должно где-то на год вперёд отодвинуться. Получается, она год назад переехала в город. И вот тут вот очутилась очень странно. Короче, это всё. Будем разбираться. На этом мы сегодня закончим. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Пишите свои комментарии. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.